В прошлом году объем инвестиций в основной капитал региона составил 646 миллиардов тенге. На рынке труда создано 35 тысяч новых рабочих мест, из них 29 тысяч – постоянных. Среднемесячная заработная плата составила 300 тысяч тенге, что на 20% больше, чем в 2022 году. Об этом было сказано на очередной 11-й сессии Акмолинского областного маслехата 8-го созыва. На заседании областного маслехата в декабре 2022 года была поставлена цель довести доходы бюджета до 408 миллиардов тенге. После этого финансовый вопрос обсуждался еще четыре раза. В него 25 раз вносились поправки. В результате выручка увеличилась на 16% и составила 566,6 миллиардов тенге. Это на 80 миллиардов больше, чем в аналогичный период 2022 года. Расходов областного бюджета состоит из 15 функциональных групп. Более половины из них ориентированы на социальную сферу. На образование выделено 257 миллиардов тенге. За счет этого мы реализовали государственный образовательный заказ. Почти 600 дошкольным организациям образования охватили около 37 тысяч детей. Профинансировано 29 спортивных школ. Более 10 тысяч детей охвачено спортивными секциями. Достижения в области спорта впечатляющие, однако сфера туризма отстает. Подводя итоги прошедшего года, глава региона отметил, что показатель туристической сферы находится на низком уровне. Прошлогодние результаты не превысили времен пандемии. Поэтому в данную область необходимо привлекать инвесторов. В целом важно развивать все доходоприносящие отрасли и создавать новые рабочие места, сказал Марат Ахмеджанов. Валовый внутренний продукт в сельском хозяйстве составил 741 миллиард тенге и снизился на 25% по сравнению с 2022 годом. В разрезе республики Акмолинский регион производит четверть пшеницы и 7% молока и 8% мяса, 16% яиц. В 2023 году государственная поддержка в отрасли АПК составила 115,6 миллиардов тенге, из которых 56 миллиардов, невозвратная поддержка в виде субсидирования, 60 миллиардов, возвратная поддержка, льготное кредитование и форвардный закуп, а также товарные кредиты на 65,5 тысяч тонн зерна. Несмотря на объективные трудности, в рамках развития продовольственного пояса реализован 41 проект на 38,4 миллиарда тенге, что существенно выше благополучного по природно-климатическим условиям 2022 года. Заслушав доклады собравшихся депутаты Маслехата, исполнительные органы отметили, что проведена значительная работа по исполнению областного бюджета на 2023 год. По итогам года доходная часть областного бюджета реализована полностью. Сумма задолженности по налогам снизилась на 40%. В завершении заседания участники обязали Акимат принять меры, направленные на повышение эффективности деятельности местных исполнительных органов, укрепить финансовую дисциплину, уменьшить число нарушений бюджетного и иного законодательства.